Всем привет, ребят! Это новый выпуск на наш канал Доклайл Хакс. И в этом видеоролике мы вам расскажем о такой породе, как Сенбернар. Давайте начинать! Как вы уже, наверное, поняли, у меня у самой проживает представитель этой породы. И, безусловно, я вам могу сказать, что это прекрасный друг и хороший компаньон. Все говорят, что Сенбернар известен после того, как появился на свет такой Сенбернар, которого звали Барри. Он спас 14 человек из-под лавин. Но мне кажется, что сейчас, в нашем веке, люди знают такую породу, как Сенбернар, благодаря фильму Бит Хоббит. Вот кадры из этого фильма. У меня хорошие новости. Я только что из суда. Суд жалобу Реджины отклонил. Я могу оставить миссию. Здорово! А Реджина осталась носом. Поздравляю! Лично я узнала об этой пороге собак из этого фильма и влюбилась в эту породу. Различают два типа шерсти у этих собак. Длинношерстная и короткошерстная шерсть. Верман – представитель длинношерстных собак. И за его шерстью, по моему опыту, ухаживать достаточно сложно. Нужно ежедневно его расчесывать. Перед летом я обычно ему подстригаю шерсть на хвосте и около ног. Из-за нескольких вычесываний у нас набирается целое ведро шерсти, которое нам приходится просто выкидывать. Существует мнение, что Сенбернары и англитские мастифы произошли от тибетских мастифов, скрещенных с местными породами. Высота кобеля в холке может достигать 7 сантиметров, а примерный вес – 90 килограммов. Ну и бывают исключения. Например, вермут весит чуть больше 80 килограммов. А бывает и наоборот, что Сенбернары растают настолько огромными, что могут весить больше 100 килограммов. Факт. Порода Сенбернаров занимает второе место в рейтинге самых больших пород собак в мире. Сенбернары добрые, дружелюбные и с устойчивым характером собаки. Они могут стать хорошим компаньоном, а также неплохой няней и для маленьких детей. Но при неправильном испытании даже такая добрая по своей природе собака может стать агрессивной и опасной для общества. Как я уже говорила, эта порода собак занимает второе место в рейтинге самых больших пород собак в мире. И даже если с такой собакой будет идти сильный и накачанный мужчина, то при рывке есть вероятность, что он не сможет удержать такую тяжелую собаку. Ведь они могут достигать 90 килограмм, а то и больше. И при таком сильном рывке человек может пострадать. Как и проходящий мимо человек, так и хозяин. Могут быть переломы и другие страшные травмы. Поэтому, чтобы избежать таких неприятных ситуаций, нужно с детства воспитывать собаку. Эти собаки недолгожительны, и поэтому они могут жить от 10 лет до 15. Эти собаки неплохо поддаются дрессировке. И нужно приложить максимум усилий, чтобы добиться такого же результата, как у нас. Хоть у нас и не идеал, но хоть такого. Давайте же подведем итоги. Собернары добрые, большие и ласковые собаки. Но при неправильном испытании они могут стать опасными для общества. Как я уже говорила, они очень большие, и поэтому жизнь в маленькой квартире будет им крайне некомфортной. Если же вы живете в маленькой квартире, то вам просто придется гулять с ней в два раза больше, чем если бы вы жили в большом коттедже. Собака легко поддается дрессировке. Но все равно придется прикладывать максимум усилий, чтобы добиться хотя бы такого результата. Надеюсь, наше видео вам понравилось и оказалось вам полезным. Оценивайте наше видео лайком или дизлайком. Также подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать ни одного нового видео. Всем пока!